Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 12 сентября. И я напоминаю или начинаю с напоминания о том, что юридическая компания и консультант ждет обращения военнослужащих и членов их семей для оказания юридической помощи в решении проблемных вопросов как прохождения службы военнослужащими, так и в вопросах финансовой выплаты, причем и военнослужащим, и членам их семей. Для того, чтобы получить бесплатную консультацию, необходимо перейти на сайт компании по ссылке в описании к этому видео. Но для этого вам надо будет установить на свой смартфон мобильное приложение. И вы на прямой связи с юридической компанией. Ну а мы начинаем оперативную обстановку. Эта ночь была довольно тяжелая, потому как противник, видимо, поднашкрябал немножко дронов и опускал их практически всю ночь. Дроны в перемешку с ракетами летели в сторону нашей страны. Итак, в ночь на сегодня радиотехническими войсками воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 69 средств воздушного нападения противника. По состоянию на 9 часов утра отбоев по воздушным тревогам не было. И некоторые дроны продолжали баражировать в нашем небе. Окупанты ударили по Черниговщине двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Курской области Рашистской Федерации и одной управляемой авиационной ракетой «Х-59» из Брянской области. Двумя крылатыми ракетами «Х-22-32» с самолетов Ту-22М3 с воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный. 64-мя ударными беспилотниками типа «Шахет». «Шахеты» пускались из районов Курск, Ейск – это Рашистская Федерация и мыс Чауда – это украинский Крым, временно оккупированный рашистскими войсками. Воздушное нападение противника отражало авиация, зенитно-ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя были сбиты 44 ударных беспилотника, это на 9 часов утра данные. Три вражеских беспилотника полетели обратно в Россию. Еще четыре локационно потеряны на территории Украины. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Они упали, скорее всего, под воздействием радиоэлектронной борьбы. И по состоянию на 9 утра четыре ударных беспилотника оставались в воздушном пространстве Украины. И по ним шла боевая работа. Благодаря активному противодействию сил обороны, большинство вражеских ракет не достигло желаемых целей. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях. Некоторым городам досталось очень в эту ночь. И были пожары, есть жертвы, к сожалению. Есть раненые. И есть разрушение как инфраструктуры, так и жилого фонда и других важных объектов. В частности, город Конотоп подвергся довольно большой атаке. После российских обстрелов ситуация с электроснабжением в Конотопе сейчас оценивается как критическая, поскольку оккупанты нанесли удар по инфраструктуре города. Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин. Он отметил, что пока невозможно даже спрогнозировать, когда в городе появится электричество. Кроме того, глава Конотопа сообщил о многочисленных повреждениях учебных заведений и медицинских учреждений. Вода в дома будет подаваться по часу. Вот точный график водоснабжения обнародовали сегодня утром в городе. Предварительно в результате вражеской атаки ранения разной степени получили 13 человек. Один из них в очень критическом состоянии. К слову сказать, тот человек, который впал в кому в результате получения ранения, он ехал спасать людей, которые пострадали от удара Российской Федерации. Также при обстреле был уничтожен участок трамвайного пути в центре города, поэтому движение трамваев будет тоже ограничено. Но оно начнется только тогда, когда в городе появится электричество. Хмельницкому тоже досталось довольно много, сильно этой ночью. В Хмельницкой области из-за атаки шахедов произошел пожар на мебельном складе. В администрации сообщают города, что в небе области в течение ночи было сбито 10 вражеских ударных беспилотников. То есть и сегодня практически целый день периодически звучит воздушная тревога. То летят ракеты, то летят шахеды. И в Киеве буквально несколько минут назад, я скажу так, было объявлено об отбое воздушной тревоги. То есть в течение дня они постоянно повторяются. То залетают новые шахеды, то залетают новые ракеты. Плюс расисты используют способ фальшцелей. То есть с помощью средств радиоэлектронной борьбы они имитируют пуски. И потом мы объявляем воздушную тревогу. Все бегут в укрытие, а ракета потом исчезает с радаров. И докладывает наше ПВО, докладывает, что небо стало чистым. Вот такая вот ситуация. Пока не перепроверим, отбой воздушной тревоги не звучит. То есть сегодняшний день, точнее сегодняшние сутки и ночь, они такие неординарные в плане вот этих частых объявлений сигналов воздушной тревоги. Но это говорит о том, что очень нервничают на болотах, на России, из-за того, что боятся, что Великобритания разрешила якобы бить ракетами Шторм Шедов по территории Российской Федерации. Ну а Соединенные Штаты вот-вот объявят о своем решении, что тоже ракетами-атаками можно бить по территории Российской Федерации. Скорее всего это злобная месть со стороны российских фашистов. Ну а теперь мы опускаемся на землю, на линию фронта и начинаем разбирать ситуацию здесь. За прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 105 боевых столкновений. Падает боевая активность врага, видимо не хватает личного состава для поддержания такого высокого темпа наступательных действий, которые они осуществляли еще на прошлой неделе. Вот на прошлой неделе вспомните 190-200 боевых столкновений, а теперь 105. Это говорит о том, что не некем наступать. Вот главный критерий, почему такое резкое снижение. Сейчас будут опять шкрябать во втором, в третьем эшелоне, в тылу, собирать все что есть и отправлять на передний край, для того чтобы пустить опять в местные штурмы на наши позиции. По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям наших подразделений и населенным пунктам вблизи линии фронта 7 ракетных ударов, применив 16 ракет. 70 авиационных ударов также было нанесено. Задействовано 84 корректируемых авиабомбы. Вражеская артиллерия совершила 5028 обстрелов наших позиций. Из них 145 из реактивных систем залпового огня. То есть огневое воздействие остается довольно высокое. И количество боестолкновений и рашистское командование пытается компенсировать нанесением огневого поражения или попыткой нанесения огневого поражения нашим войскам. Агрессор наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Ну а теперь посмотрим, что же творится у нас на оперативных направлениях. И начинаем с Харьковского направления. Здесь враг продолжал штурмовые действия и на обоих плацдармах. И в основном было три атаки. Одна из них была в Гатище, вторая в направлении Липцов и третья в направлении Тихого. Вот три атаки было осуществлено рашистскими войсками. На большее, видимо, не хватает сил. Но наши войска отбили все три атаки и враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. Так что на Харьковском направлении бои продолжаются, но линия фронта на обоих плацдармах, удерживаемых рашистскими оккупантами, остается без изменений. Купенское направление. Здесь враг более активен и продолжает держать довольно высокий для этого направления наступательный темп. Это 16 атак в течение суток было произведено на нашей позиции. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки. Но ни один из штурмов не увенчался успехом. Мы не допустили потерь позиций. И линия фронта на Купенском направлении остается без изменений. Далее идет Лиманское направление. Здесь в спад наблюдается боевой активности. Подвыдохлись вражеские войска. И на Лиманском направлении враг спромогся провести только 11 штурмов наших позиций. Штурмы проводились в основном в районе Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки, Твердохлебово и Дебровы. Вот практически вся линия фронта на Лиманском оперативном направлении подвергалась штурмовым действиям со стороны расистских оккупационных войск. Но ни один из штурмов не увенчался успехом. Наоборот, враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. И линия фронта на Лиманском направлении традиционно остается без изменений. Северское направление. Тут вообще практически, можно сказать, враг притаился на какое-то время. Потому что одна атака вблизи выемки, больше активных боевых действий на северском направлении не проводилось. Были перестрелки, были обмены артиллерийскими ударами, были позиционные бои. Но не более того. Вот один штурм был предпринят расистскими войсками. Понятно, что он был безуспешный. И линия фронта на северском направлении остается без изменений. Краматорское направление. Тут наши воины остановили пять попыток противника прорывать нашу оборону. В принципе, там же. Часов Ярк, Калиновка, Ивановка, Клещиевка. К сожалению, здесь, видите, враг сосредоточился на Клещиевке. И там проблема возникает в том, что там нечего оборонять. Мало того, что самого населенного пункта вообще не существует. Мы очень долго удерживали там позиции. Там Низина. Сама Клещиевка находится в Низине. И, соответственно, все те наши позиции, которые были, артиллерия и авиация противника просто вывернула наизнанку. Поэтому враг имел частичный успех в районе Клещиевки и немного продвинулся вглубь нашей обороны. Наши войска отошли на новые позиции. В остальном, линия фронта на Краматорском направлении не изменилась. Кстати, то, что сразу поясняю, то, что вы видите на карте Дипстейт в районе Калинового, это уточнение линии фронта. То есть это уточнили данные, которые передавались ранее, когда, помните, говорили, что враг осуществил вклинение в нашу оборону и перешел, условно перешел на правый берег канала Северский Донец-Донбасс. Почему говорю условно? Потому что там канал находится в трубах. И фактически по земле они попытались перейти канал и попытаются там сейчас закрепиться. Поэтому это не продвижение противника за прошедшие сутки, это уточнение линии фронта после продвижения врага, вот двое суток назад, когда они зашли на правый берег канала. Удержатся они там или нет, посмотрим в ближайшие сутки, но на пока наши войска пытаются выбить аэрошистов с правого берега в районе Калиного. Далее идет Торецкое направление. Тут при поддержке авиации враг совершил 6 атак наших позиций и основные усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное. Ну а они хотят вернуть то положение, которое было неделю назад в Нелиповке, ну и конечно же вражеские войска пытаются войти в сам город Торецк. Да, бои идут на окраине в районе высоток, но они там уже идут больше недели. И противник ничего не может сделать, не может продвинуться ни на один дом, не может продвинуться вглубь города Торецк. Наши войска надежно удерживают его на тех рубежах, на которых они остановились, когда одна из наших штурмовых бригад, третья штурмовая, провела вот такое успешное наступление, освободив Нелиповку и вклинившись в город Нью-Йорк, практически дойдя до центра города. Так и продолжают наши войска, продолжают удерживать эти позиции. На Покровском направлении, тут наши защитники отражали 30 атак противника. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Зеленого поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Но они решили пойти на Лисковку. К сожалению, там в результате активной поддержки авиации и артиллерии врага противник имел частичный успех. Им удалось оккупировать Лисковку, она перешла под контроль Рашидских войск. А также не частично продвинулся враг в районе, возле самой Лисковки. Наши войска оставили несколько позиций и закрепляются теперь на новых рубежах, проводят там стабилизационные мероприятия. Ну а враг на остальных участках, вот кроме Лисковки, на Покровском направлении, мы удерживаем наши позиции, не допустили потери позиций с нашей стороны. И противник буксует, топчется на месте уже которые сутки, не имея продвижения вглубь нашей обороны. Там сообщалось, что в районе Мирнограда, между Мирноградом и Покровском был уничтожен путепровод, мост по простому Рашидской авиации. И это немного усложнит логистику в районе Покровска и в районе Мирнограда. Ну я надеюсь наши инженеры придумают обходные пути для того, чтобы и подготовят их, чтобы транспорт мог дальше продолжать движение и обеспечивать наши войска всем необходимым. Плюс эвакуация раненых особенно и эвакуация техники, которая требует ремонта и подлежит восстановлению. И ее эвакуируют в первую очередь для осуществления этого самого ремонта. Далее у нас идет Кураховское направление. Оно уже в новой конфигурации, как я вам говорил неоднократно. Южный фланг Покровского направления Генеральный штаб почему-то отнес теперь, ну и наверное, чтобы не шокировать нас, цифра и количество атак за сутки. Потому что оно держалось там на уровне 50-60 атак за сутки. А теперь получается в урезанном положении Покровска у нас всего лишь 30 атак. По сравнению с 60 в Генштабе могут смело сказать, что в два раза снизилась активность врага на Покровском направлении. Хотя де-факто это не так, потому что Покровское направление, правый фланг Покровского направления или южный фланг, давайте так, с какой стороны не смотри. Южный фланг Покровского направления Генеральный штаб приобщил к Кураховскому направлению. И вот здесь на Кураховском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Константиновки, Украинской и Георгиевки. Видите, Украинское уже считается Кураховским направлением. Но количество атак здесь теперь возросло. В общем, враг 23 раза пытался прорвать нашу оборону на этом оперативном направлении. Есть продвижение вражеское, мы отмечаем, и на карте Дип стоит, вы это видите, в районе Невельского, в украинском и окрестностях. Но вот если в украинском и окрестностях можно смело сказать, что здесь скорее всего продвижение врага осуществлялось в результате огневого воздействия на наши позиции, и мы были вынуждены оставить несколько позиций, враг продвинулся немного, частично продвинулся вперед. То в районе Невельского, я думаю, что здесь не столько заслуга врага, сколько отход наших войск, дабы не попасть в окружение. То есть, думаю, что своевременно начал наш генштаб отвод войск из Невельского плацдарма для того, чтобы избежать окружения наших войск в районе этого же самого Невельского. Я думаю, что войска будут с боями, не просто так, а с боями постепенно отходить на рубеж желания первого, желания второго. Вот на этот рубеж, на гряду господствующих высот, скорее всего, сядут наши войска. Но пока ситуация выглядит так, вот как показано на карте. То есть, мы частично отошли от Невельского для того, чтобы уменьшить глубину окружения наших, или глубину полуохвата, так правильнее будет сказать, наших войск на Невельском плацдарме. Далее идет Времовское направление. Углидар. Тут основная цель. Четыре атаки совершили вражеские войска на нашей позиции. Понятно, что главная цель это Углидар. Там и были все эти атаки. Но ни одна из атак не увенчалась успехом. Кстати, наши войска, вот помните, когда я вам скажу, что они от Водянова повернули вдоль трассы на Углидар и там продвинулись незначительно. Это было несколько суток назад. После проведения стабилизационных мероприятий наши войска надежно удерживают теперь оборону Углидара с севера со стороны Водянова. И самого Водянова там идут ожесточенные бои в населенном пункте и враг не имеет успеха. Уже еще пару суток и уже неделя, как линия фронта, будет там без изменений. Что и отмечаем мы в прошедшие сутки. Так что пока что здесь более-менее противник остановлен и продолжают проводиться стабилизационные мероприятия. Далее Ореховское направление. Здесь два боестолкновения произошло с вражескими войсками. Враг атаковал наши позиции в районе от Малой Токмачки, пытаясь продавить нашу оборону. Но они не увенчались успехом обе эти атаки. Наоборот, противник, понеся потери, откатился на исходные рубежи. Линия фронта в направлении от Малой Токмачки осталась без изменений. Приднепровское направление. Здесь боевая активность продолжает быть довольно высокой. Семь штурмов наших позиций было предпринято расистскими войсками. Ну вот, надо отметить, что стойкость наших войск на плацдармах на левом берегу, она просто-просто высочайшая. Это на уровне подвига, что бы враг ни делал, какими бы силами ни атаковал. И применением авиации, и скабами, и применением артиллерии. Но ни один штурм не увенчался успехом. Да, мы изменили немного конфигурацию. Крынки теперь нас не фигурируют в наших докладах. Наши войска немножко отошли. Зато в других местах мы закрепились более надежно. И никакие усилия вражеских войск не могут нас сбросить с левого берега реки Днепр. Поэтому еще раз отмечаем, что 7 штурмов были безуспешными. Враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. Линия или конфигурация плацдарма в наших на левом берегу остается без изменений. Плацдарма продолжает сражаться, продолжает наносить врагу ощутимые потери. И продолжает пытаться наращивать свой боевой потенциал. Далее у нас идет граница с Черниговской и Сумской областями. Тут противник сохраняет военное присутствие. И вдоль государственной границы Украины, к сожалению, продолжаются обстрелы с территории Рашистской Федерации. Активно враг применяет авиацию. В частности, в прошедшие сутки применял обстрелы Сумской области. Тот же Конотоп. По тем же Сумам. Были прилеты. Ну, Харьков сегодня тоже страдает от прилета в Рашистских ракет. Так что, к сожалению, ситуация остается довольно тяжелой. Но контролируемой со стороны Сил обороны Украины. Ну и продолжается операция в Курской области. Здесь, интересно, враг начал контратаковать наши позиции. Продвинулся от Коренева в направлении Снагость. Ну, они идут на Комаровку-Кульбаки. Они пытаются пробить сухопутный коридор к тем войскам, которые в районе Глушково окружены и прижаты к речке Сейн. Ну, судя по тому, как реагирует наш генеральный штаб и вот президент в своих обращениях очередном сказал, что в Курской области операция идет по плану. Вполне возможно, что это какой-то большой задум нашего генштаба и, возможно, вот это втягивание или вклинение вражеских войск в территорию, которую мы контролируем, есть частью этого плана. Я вам отметил на карте, Дипстейд не показывает здесь изменение территории методом штриховки. Я вам просто обвел красным, вы видите, это кусок территории, в которой расистские войска вклинились в контролируемую нами территорию. Но она отмечена серой зоной, то есть боевые действия могут вестись на всем этом треугольнике. Что будет дальше, будем смотреть, как будут развиваться события. Ну, сейчас бои идут в районе Снагость и бои идут в районе Коренева. Плюс расистские войска пытаются атаковать наши позиции дальше на направлении Комаровка, чтобы пробить сухопутный коридор к войскам, окруженным и прижатым к реке Сейм. Далее поговорим, у нас идет два небоевых направления, это Волынская и Полесская. Ну, здесь отметим так, что обстановка без изменений, никаких политических заявлений никто не делал. Но, и обстановка контролируемая с силами обороны Украины, мы наблюдаем за обстановкой на территории Белоруссии. Далее, по огневым задачам. За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия силы обороны Украины нанесли 32 удара по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Поразили 6 средств противовоздушной обороны, 3 района огневых позиций артиллерии вражеской, 1 станцию радиоэлектронной борьбы, 2 средства дистанционного минирования и 2 других важных объекта расистских оккупантов. В общей сложности за прошедшие сутки потери расистских захватчиков составили в личном составе 1270 оккупантов, в технике и вооружении в танках 11 единиц, в боевых бронированных машинах 17 единиц, в артиллерийских системах 73 единицы, в реактивных системах залпового огня 2 единицы, в средствах ПВО 2 единицы, В самолетах 1 единица это Су-30СМ, он действительно был сбит, который упал над Черным морем, я вам сейчас расскажу как его сбили. В беспилотниках оперативно-тактического уровня 43 единицы и автомобильной техники 93 единицы и специальной техники 2 единицы. Вот такие потери суммарно понес враг на всей линии фронта от Белгорода до Олешек. И в общем такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях на материковой части нашей страны. Ну а теперь, сегодня, как бы, эти сутки, прошедшие сутки, это были, я бы сказал, это были сутки ГУРа, Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Что надо отметить, три операции проведены были за прошедшие сутки нашими разведчиками, причем одна из них вообще в Екатеринбурге. То есть, если вы посмотрите на карту, это несколько тысяч километров от нашей границы. Но, тем не менее, ГУР сумел организовать эту операцию и провести ее там. Что же произошло? В российском Екатеринбурге 11 сентября, то есть вчера, прогремел взрыв возле КПП войсковой части Росгвардии. Это была спецоперация ГУРа по возмездию военным преступникам. Операция была проверена с привлечением антипутинского подполья. Самодельное взрывное устройство осколочного действия весом 6 килограмм добрые люди разместили вблизи КПП Росгвардии. По данным ГУР, оккупанты бункерного деда из этой войсковой части причастны к организациям пыточных на временно оккупированных территориях Украины. Именно они организовывали вот эти подвалы и пытали наших граждан и военных в этих застенках. То есть устраивали им там фашистские методы воздействия. В результате детонации был взорван вражеский личный состав этой части. Также была повреждена автомобильная техника фашистских преступников. Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, скорая помощь. Также расисты поднимали в воздух санитарный вертолет. Вчерашний, это первая операция, которую они сделали. То есть сейчас мы уточняем. Я думаю, что сегодня-завтра будут известны там количество, сколько. Ну раз вертолет, значит были раненые, которых надо было срочно эвакуировать. Ну и скорая помощь и все спецслужбы. Понятно, что разрушения были. Повреждена техника и повреждена сама воинская часть. Пострадал личный состав. Вторая операция, проведенная за прошедшие сутки ГУРом. Это вчерашний сход поезда с рельсом в Белгороде. Или как ее шуточно называют некоторые наши СМИ Белгородской народной республики. Ну в каждой шутке из доля шутки. Так вот, в районе Белгорода произошел сход грузового поезда с рельсов. 11 вагонов. Локомотив не подлежит восстановлению. Тяговая секция. Тоже это операция ГУР. Не просто так он сошел с рельс, он силы ГУР и силы специальных операций вооруженных сил Украины в Белгородской области провели совместную операцию по минированию и подрыву железнодорожного полотна на участке Старый Оскол-Валуйки. Валуйки это огромнейшая база, военная база. Она перед войной была базой войск связи. А потом ее, когда готовились расисты к нападению на нашу страну, массированному вторжению, то они эти Валуйки переукомплектовали боевой техникой и вооружением сухопутных войск. И сейчас это перевалочная база техники вооружения и боеприпасов. Поэтому нарушение железнодорожного сообщения в направлении Валуйки... Кстати, почему расистские войска бьются за Купинск, особенно за Купинск-Узловой? Потому что с Валуйек идет прямая железнодорожная ветка на Купинск-Узловой. Ну а дальше туда, в сторону Донецка и далее Валновахи. А эта железнодорожная ветка, она может быть закольцована через Рашистскую территорию, через Ростовскую и Белгородскую области. Поэтому они так бьются за Купинск, так стараются нас прижать к Осколу, чтобы заполучить эту железнодорожную ветку. Ну а мы, видите, взяли и рванули, начали рельсовую войну. Я вчера говорил об этом, что началась в Белгородской области рельсовая война. В результате поезд, обеспечивавший логистические потребности армии РФ, пущен под откос. Указанная железнодорожная артерия парализована. Когда они там... Ну понятно, что они восстановят, через какое-то время заменят рельсы и разгребут эти упавшие вагоны. Но убытки и задержка сегодня крайне важны для наших войск и крайне болезненны для Рашистской Федерации. Ну и третья операция, проведенная Главным управлением разведки, это, как ее назвали сами разведчики, это пике на глубину. В Черном море вот этот Су-30СМ, который упал, он действительно был не просто так, он упал. Его сбили наши разведчики с ПЗРК, переносно-зенитно-ракетного комплекса, со своего катера в Черном море. Во время, когда они пролетали, возвращались с выполнения боевого задания, то есть они наносили ракетные удары по Одесской области и спокойненько на акватории Черного моря летели себе на базовый аэродром. Ну, не тут-то было. Разведчики тут же остановили катер и достали ПЗРК. Первый проскочил, а второй они успели сбить. Он упал на очень большой глубине, там даже бесполезно что-то смотреть или там искать. Черное море имеет глубину там больше двух километров в отдельных участках. И у нее довольно отвесные, ну, по сравнению, как бы, соотношение ширины и глубины, то у нее практически отвесные края у самой чаши Черного моря. Поэтому самолет упал на большую глубину. Поэтому и назвали Пике на глубину. Истребитель, упавший в море, принадлежал к составу 43-го отдельного морского аэционального полка Воздушно-космических сил Российской Федерации, который базирующийся на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму. А оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября около 5 часов утра. Ориентировочно через 3 часа рашистское командование начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и К-27. В обеденное время, то есть вчера в обед, захватчики доложили командование об обнаруженной в море в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут характерном пятне от авиационного горючего. А вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ. Стоимость такого самолета ориентировочно 50 миллионов долларов. Так что вот такие 3 операции провели наши разведчики за буквально прошедших двое. Кстати, двое суток я оговорился, у нас поезд пошел под откос 10-го позавчера. Поезд пошел под откос. Ну, если отправят еще один, это будет тоже замечательно. Но, как бы, расистское командование не успокаивается. И, как я сегодня говорил, что продолжаются обстрелы нашей территории, нашей страны. Но, видите, расистская федерация пытается, пытается, как бы, нагадить всему миру. То они пытаются зацепить страны НАТО, там, залетают в страны Балтии. Российские шахеды в Румынию залетают, в Польшу ракеты залетают. Вот. Но расисты не могут успокоиться, что они потеряли контроль над Черным морем, что мы доминирующая сила в Черном море. Кстати, Черноморские, они сейчас проводят самые крупные учения всех флотов и флотилий Рашистской Федерации. То есть, участвуют все, кроме Черноморского флота. Не участвует флот по двум причинам. Первое, некому, почти некому участвовать. Мы, от флота осталась маленькая флотилия, мы потопили довольно много и вывели из строя довольно много средств и кораблей, и суден Черноморского флота. Это раз. Второе, они боятся выходить в открытое море, потому как могут быть потоплены то, что осталось. Поэтому Черноморский флот не участвует в этих учениях. Все остальное участвует. Ну, понятно, что это компонент ядерной триады, и Путин попытается опять же трясти ядерной дубиной, пугая весь мир. Но, зато в Черном море они решили ударить по международным судам. Причем удар нанесли в нейтральных водах, что является военным преступлением и грубо нарушает международное право. Рашистская ракета выступила против груза пшеницы для Египта. Мы продолжаем отгружать продовольствие, согласно тех контрактов, которые были подписаны ранее. И, допустим, порты города Одессы и Одесской области усиленно работают на выполнение этих договорных обязательств. И сухогруз отгрузил зерно и вышел из порта Одессы. Вышел в нейтральные воды недалеко. И до того, как он успел войти в румынские территориальные воды, по нему был нанесен удар. Сегодня в Черном море. Это Балкер, обыкновенный сухогруз, который шел с грузом пшеницы для Египта. По нему ударило Х-22. Причем, как я уже сказал, в нейтральных водах. Видимо, Путин решил, что надо уже и тут, чтобы попытаться запугать международное сообщество, чтобы опять прекратилось торговое сообщение с нашей страной. И мы посмотрим. Теперь интересно, как владельцы судна и как Египет. Египет же там участвовал в некоторых форумах, которые организовывала Рашистская Федерация. Вот теперь президент Египта пусть скажет спасибо Путина. Несколько десятков тысяч тонн зерна для Египта. Я не знаю, он не потерял плавучесть, он не затонул этот сухогруз. Слава Богу, повезло. Жертв на среде экипажа тоже нет. Но бункер вскрыло его, этого сухогруза. Зерно теперь под открытым небом. Можно это транспортировать или нет. Или нет, сможет ли он дальше продолжать плавание или нет. Но в любом случае, ему сейчас надо идти в ближайший порт, для того, чтобы скорее всего становиться на ремонт. Или во всяком случае, закрывать как-то свои бункеры, чтобы зерно не набрало влаги и не испортилось в ходе транспортировки. Так что Египет должен сказать огромное спасибо Путину за вот такие вот удары по гражданским судам. Ну а мировое сообщество, мы ждем от них, конечно же, стурбованности, глубокой стурбованности относительно того, что Путин просто плевал на международное право, на международную безопасность гражданского судоходства, нанося боевыми ракетами, боевыми самолетами удары по таким гражданским судам в нейтральных водах. Вот что надо почувствовать. Кстати, напомню, Х-22 ракета имеет боевой заряд 960 килограмм. То есть почти тонна взрывчатки. Это просто чудо, что этот сухогруз не потерял плавучесть и не затонул. И что экипаж остался цел. Но и мы тоже не дремлем. Для врага эта ночь прошла довольно неспокойно. Почему? Потому что опять в районе Мурманска, то есть в районе аэродрома Оленья, и гремят взрывы ограничения в двух аэропортах Мурманской области опять ввели план ковера. Здесь ограничения были введены на всем Кольском полуострове из-за атаки беспилотников неустановленного типа. В Мурманске и в Апатитах. Вот там два аэродрома, они оба закрыты. План ковер, задержанные рейсы на вылет и на прилет. По предварительным данным, два беспилотника сбили в 7 километрах от аэродрома Оленья в районе города Оленигорск. Все пассажирские самолеты перенаправлены в Архангельс. Ну, сколько было беспилотников? Достали они до аэродрома или нет? Пока информация уточняется, к сожалению, на данный момент такой, как бы, уточненной информации нет. Ну, я надеюсь, что она появится в ближайшее время. И мы с вами, опять же, обсудим. Как обычно, всегда она появляется через сутки-двое после совершения, проведения той или другой воздушной операции. Ну, что ж, и еще скажем, что в городе Омске горит танковый завод. Причем очень хорошо горит. Дым видно уже за несколько километров. Столб черного дыма. Там был ремонт кровли на одном из цехов этого завода. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Но туда уже едут и МЧС, и скорые службы спасения и пытаются принимать меры к тушению этого пожара. Ну, как говорится, гори-гори ясно, чтобы не погасло. Танковый завод, который будет, возможно, приостановлен, а может быть, просто снизит свою производственную мощность. Это тоже плюс нам в копилку усилий нашей перемоги. Ну, что ж, а теперь покажем несколько слов о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. Ну, первое, вы знаете, что сейчас миротворцев прут прутим. Забор градить можно из этих миротворцев. Все хотят быть миротворцами. Все хотят войти в историю. Ну, и опять же, Россия согласилась с вот этим мирным планом Бразилии и Китая и пытается через Китай и Бразилию навязывать нам этот мирный план там, где нет территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Там, где капитуляция. Ну, этот план подкорректировала Рашистская Федерация. И президент Бразилии его усиленно пытается продвигать на международной арене. Так вот, президент Зеленский отверг мирные инициативы Бразилии и Китая как пророссийские. Он заявил в интервью бразильскому изданию, это уже, в принципе, напрямую к бразильскому президенту, что мирный план, предложенный представительствами Бразилии и Китая, больше отвечает интересам России и остается неприемлемым для Киева. Он описал эту инициативу как деструктивную. К сожалению, я считаю, что этот план, ну, бразильско-китайские инициативы, они больше пророссийские, сказал Зеленский в интервью бразильскому изданию. Он сказал, что откровенно сообщил об этом президенту Бразилии Инаису, Луиск Инаис, его в народе прозывают Луле, да Сильве. Китай и Бразилия опубликовали свои предложения о мирном урегулировании войны в Украине в конце мая этого года. Они заявили, что единственный способ окончить конфликт, провести мирные переговоры с равноправным участием всех сторон. На этой неделе заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва приветствует инициативу Бразилии и Китая. Конечно, под диктовку Москвы написано. Ну, а по словам президента Зеленского, этот мирный план не был согласован с Украиной, и Киев не может пойти на какой-либо компромисс с Россией в отношении своих территорий. И получается, что, вот цитата Зеленского, что он зашел, имеется в виду Путин, убил людей, захватил территорию, а теперь Лула, президент Бразилии, говорит, давайте пусть они поговорят. Я мог просто поговорить с президентом Лулой, потому что Лула мне не враг, сказал Зеленский. Вот так вот. То есть, четко и ясно дали понять, что мы не торгуем нашими территориями, что территориальная целостность и суверенитет нашей страны это основа для переговорного процесса, если для такового будет условие. Понятно, что Россия выдвигает неприемлемые для нас условия, а наши условия неприемлемые для России. Ну, очень жалко, что и Китай, и Бразилия пляшут под дудку Москвы и вообще не игнорируют международное право и устав ООН в отношении неприкосновенности границ и священности границ любого государства на нашей планете. Далее, новые пакеты военной помощи приходят в Украину. Это Британия, Латвия, Хорватия, Литва и Соединенные Штаты Америки. Буквально за последние несколько дней вот такие страны заявили о передаче нам пакета военно-технической помощи. Британия намерена передать сотни дополнительных ракет ПВО, десятки тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов и бронетехнику более чем на 780 миллионов долларов, то есть почти на миллиард. Новый пакет от Латвии будет охватывать в частности бронетранспортеры и беспилотники. Также новый пакет от Хорватии. Представитель Хорватии сообщил об 11 пакете помощи от этой страны. Однако ни украинская, ни хорватская стороны не раскрывают содержимого этого пакета поддержки. Литва предоставит Украине 10 миллионов на дальнобойное оружие, в том числе на ракеты-дроны «Поляныца». То есть дает нам тоже пакет помощи. И Соединенные Штаты выделяют нам более 700 миллионов долларов на помощь Украине. Об этом заявил Блинкин. Будучи сейчас в Киеве, средства из этих 700 миллионов пойдут на следующие 325 миллионов на энергетическую поддержку нашей страны, 290 миллионов на финансирование продуктов питания, воды, жилья, здравоохранения и образовательных программ для нуждающихся в Украине и беженцев, и 102 миллиона на разминирование территории. Также Блинкин сказал нам, что членство Украины в НАТО неизбежно и страна находится на пути вступления в Альянс. Это вот то, что он заявил. К сожалению, Блинкин сказал, что вопрос применения ракет-атаку по территории Российской Федерации продолжает обсуждаться в Соединенных Штатах Америки. Все аргументы, переданные президентом Зеленским во время встречи с министром иностранных дел Великобритании и главой Госдепа США Блинкином, Блинкин обещал передать президенту США Джо Байдену и в надежде, что тот учтет их при принятии решения о снятии запрета на применение американских баллистических ракет по территории Российской Федерации. Интересная информация приходит от французских спецслужб. Франция предотвратила несколько терактов во время Олимпиады. Французские спецслужбы предотвратили три попытки теракта в Париже и других городах в период проведения Олимпийских и Параолимпийских игр. Об этом сообщает руководитель Национальной антитеррористической прокуратуры Франции. По его словам, злоумысленники планировали атаки на израильские учреждения или представителей Израиля в Париже. При этом израильская команда спортсменов не была конкретной целью этих потенциальных терактов. Более детальной информации о планах злоумышленников руководитель антитеррористической прокуратуры Франции не предоставил. В связи с тремя попытками терактов в рамках Олимпийских игр во Франции были арестованы пять человек, в том числе несовершеннолетний. Все задержанные обвиняются в террористической деятельности и в настоящее время находятся в следственном изоляторе. Также прокурор подчеркнул, что задержанные действовали под джихадистским мотивом. То есть, ну, радикальный ислам продолжает шагать по Европе, к сожалению. Ну и несколько новостей из-за поребрика, что творится на болотах. А на России творится следующее. Сегодня с шести часов утра на МКАДе, вокруг Московской кольцевой дороги, образовалась гигантская очередь из фур. Причем это не просто фуры, это бензовозы. Все эти бензовозы стояли в ожидании загрузки в очереди на Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. С 1 сентября туда заглядывали добрые дроны. И МПЗ в половину сократило свои производственные мощности, потому что часть производственных мощностей сейчас поставлена на ремонт. Они ликвидируют последствия прилета добрых дронов. А этот завод на 50% обеспечивал город Москва. С НПЗ в экстренном порядке вывозят топливо. Все, что у них есть в уцелевших емкостях, срочно вывозится на другие склады и в другие места. Боятся, что завод, наверное, прилетят опять, посетят добрые дроны. Поэтому решили вывезти все, что есть на этом заводе. Что спровоцировало гигантскую пробку на МКАДе. Про завод я вам уже сказал, который горит в городе Омске. Там Омст Трансмаш. Этот завод осуществляет проектирование и изготовление опытных образцов и малых серий военно-инженерной техники различного типа. Ремонт и модернизацию ряда боевых машин, таких как танки Т-80 БВМ и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А. Завод является единственным в России производителем гусениц для тяжелой бронетехники. Вот это к дополнению к той новости о пожаре в Омске на танкостроительном заводе. Ну и вишенкой на торте сегодняшняя выпуска будет эта история с российским интернетом. Все-таки не избежать россиян расистам чебурнета, как бы они не сопротивлялись, а все-таки империя, видимо, отключит внешнюю сеть и Россия погрязнет, точнее уйдет в глубины чебурнета. Российский интернет уходит в каменный век навсегда. 12 сентября, то есть сегодня, зарубежные услуги прекратят работу в Рашистской Федерации. Все из-за санкций Минфина Соединенных Штатов. На поставку софта и IT-услуг любым лицам на территории Рашистской Федерации. Прогноз хороший. Рашистские компании уже готовят сотрудников к отключению сервисов Google, Figma и Zoom. Вот такая история. То есть все зарубежные сервисы в Рашистской Федерации с сегодняшнего дня прекращают работу. Да здравствует чебурнет на территории Рашистской Федерации. Ну что ж, вот такой получился сегодня обзор. Я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю и напоминаю подписаться на мой канал тем, кто еще не подписан. А тем, кто смотрит это видео, просьба поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть большее количество людей. Также напоминаю, что юридическая компания «Консультант» ждет обращения военнослужащих и членов их семей для оказания юридической помощи в решении проблемных вопросов прохождения службы военнослужащими и финансовых выплат. Причем как военнослужащим, так и членам их семей. Для того, чтобы получить бесплатную консультацию, необходимо перейти на сайт компании по ссылке в описании к этому видео. Но для этого вам надо будет установить на свой смартфон мобильное приложение. И вы на прямой связи с юридической компанией. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Огромное вам человеческое спасибо. Ну а мы с вами продолжим верить в силы обороны Украины. Перемога наша. Слава Украине.